Здравствуйте! Это программа «Новосибирск. Код города». Поговорим о событиях недели и том, как эти события отзывутся в жизни города и горожан в сегодняшнем выпуске. Ясли вместо пустыря в Октябрьском районе так строится новый корпус детского сада. Штрафстоянка для киосков. Куда попадают незаконные ларьки торговцев-нарушителей? Специалисты мэрии, архитекторы и эксперты вместе спланировали очередной этап создания комфортного города. История с тревогами общественности по поводу появления в парке «Сосновый бор» плавательного бассейна завершилась, как и обещала городская власть, благополучно. Вброшенная кем-то некорректная информация, что строить будут капитальное сооружение и пострадает любимый всеми парк, взволновала людей. Как реакция на вопросы граждан появилось даже предупреждение прокуратуры о том, что капитальное строительство в зоне городских лесов не допускается. Впрочем, никакого капитального строительства и не планировалось. Объект нестационарный, использует ровно столько места, сколько позволяет плоскость участка. И разумеется, ценные и полезные для города деревья – парковые сосны, о которых беспокоились экологи, тоже не пострадали. Убрали только восемь берез. Их здоровье специалисты оценили как плохое. Вопрос о появлении бассейна фактически решился в прошлом году. Тогда мэрией Новосибирска была утверждена концепция развития парка. Обсуждая будущее соснового бора, жители Калининки предложили разработчикам сделать в парке бассейн под открытым небом. Эта идея, как оказалось, понравилась бизнесу. Один из инвесторов представил свое видение такого бассейна. Деревянный настил, шезлонги и две подогреваемые чаши с водой. Конструкция идеально вписалась рядом со входом в парк. И вот в первый день лета открылось новое место отдыха для горожан. Интерес к нему довольно высокий. Чтобы поплавать в открытом бассейне и позагорать на шезлонгах, как на каком-нибудь солнечном курорте мест, в городе, мягко говоря, было немного. Теперь вот есть – вода прогревается до 30 градусов, за безопасностью следят спасатели. Детьми занимаются аниматоры. Для взрослых – активные виды пляжного отдыха. У города и у бизнеса в реализации этого проекта свои интересы. Город получает, во-первых, новый объект для отдыха горожан, во-вторых, вложение от инвесторов в благоустройство основной части парка, а в-третьих – часть доходов от продажи билетов в бассейн. А инвестор получает бизнес, в котором минимум конкуренции и десятилетний договор по аренде земли в привлекательном для горожан месте. Конечно, инвестор рискует. Пляжный сезон у нас значительно короче, чем в Турции. Конкурент тоже как будто есть. Бассейн под открытым небом работает в Зальцовском парке. Но у жителей Калининки Сосновый Бор – это любимое место отдыха. Впрочем, риски бизнеса – это риски бизнеса. Условия понятны, прозрачны и они приняты. Этот проект – очередной успех городской власти в деле создания комфортных, общедоступных пространств в Новосибирске. Их можно создавать не только за счет бюджета, но и за счет инвесторов. Но инвесторов надежных и с хорошей историей. Очереди в Ясли не будет. Семь новых групп для дошкольников заработают в Октябрьском районе до конца года. Для 449 сада строят дополнительное здание. Причем большинство мест там будет как раз для самых маленьких новосибирцев. Таким образом, не только создают новые группы для дошколят, но еще и благоустраивают заброшенные территории. Ведь новый корпус строят там, где был заброшенный дом, привлекавший маргинальных личностей. Открытие нового сада в Октябрьском районе ждут с большим нетерпением. Иногда приходится из-за того, что неравномерное вот это распределение, предлагать места в детском саду ни в шаговой близости, ни во дворе, и даже может быть и за пределами Октябрьского района. Поэтому это известное неудобство. Строительство новых объектов в этом смысле это очень важно. Это очень актуальный вопрос для Октябрьского района. В новом здании хватит места не только для семи групп. В нем разместят спортивный и музыкальный залы. Строить здание начали зимой. Несмотря на морозы, переносили коммуникации и теплотрассу. Уже в декабре новый корпус детского сада примет 120 детей. Всего же до конца года в Новосибирске сдадут 7 детских садов с яслями. И это не все. В ближайшем будущем будет еще 13. Лето – главный сезон у незаконных торговцев. На улице Новосибирска высыпают лоточники. В самых неожиданных местах вырастают какие-то жутковатые металлические коробочки и гаражики для торговли фруктами. С этим безобразием продолжается порою неравная борьба. Штрафами рейды не заканчиваются. Самовольно установленные павильоны, лотки и киоски сносят. Почему снос возможен без суда и куда уезжают незаконные ларьки, узнала Вероника Иванова. Дзержинский район Королева-18. Здесь расположен отдел занятости населения. Рядом продают бухгалтерские товары и по совместительству оказывают услуги. Но стоит этот киоск здесь незаконно и аренду владелец не платит. Поэтому объект сейчас и снесут на законных основаниях. Это рубрика «Погружение». Сейчас мы покажем, как борются в Новосибирске с нелегальной торговлей на улицах. Договор аренд давно закончился. Владельцу было предложено самостоятельно убрать объект. Чего сделано не было, в связи с чем мэрия города Новосибирска в плановом порядке вывозит данный на сегодняшний день незаконный самовольно установленный нестационарный объект. Процедура была изменена еще в 2015 году. Было предусмотрено правовым актом мэрии вывоз незаконных самовольно установленных нестационарных объектов с городской земли без судебного решения. Это действительно упростило ситуацию. Судебные процедуры занимают полгода и более с учетом обжалования. Здесь же решение комиссии принимается в считанные дни и вывоз объекта возможен буквально в течение месяца. Если владелец узнает, а они обычно это оперативно очень узнают, что объект уехал, они имеют возможность как бы это все забрать. Соответственно, чтобы вернуть свой нестационарный объект, владелец обязан возместить мэрии затраты, понесенный на его демонтаж. Тем, чем сейчас занимается подрядчик, это очень такая процедура деликатная еще относительно. По сути, он имеет право его взять и на месте просто уничтожить. Сейчас подрядчик закрепляет объект полностью для безопасности. Далее мы сопровождаем этот объект до штрафстоянки. Как выглядит штрафстоянка для автомобилей, наверняка многие знают. А вот это штрафстоянка для нестационарных объектов, которые разместили на улицах Новосибирска, несанкционировано. Здесь хранятся киоски, ларьки, павильоны, гаражи новосибирских автомобилистов. Вместе с машинами некоторые приезжают. Борьба с нелегальной торговлей – процедура сложная и длительная. Сначала объект в полгода хранится на штрафстоянке. Только после этого администрация района по суду может признать варек, киоск или павильон бесхозным. Он переходит в собственность мэрии и только после этого его можно утилизировать. И то для начала необходимо найти подрядчика. Это была рубрика «Погружение». Мы узнали все детали того, как в Новосибирске борются с нелегальной торговлей на улицах. Очередной этап развития городских общественных пространств вместе обсудили эксперты, общественники и представители муниципалитета. Такие публичные дискуссии помогают найти эффективные стратегические решения для города. Например, центр предложено освободить от автомобилей, создать два новых парка и добавить зелени в каменные джунгли. Обо всем по порядку расскажет Александр Сульдин. Превратить царство асфальта в место для приятных прогулок и отдыха в тени деревьев, сделать городской воздух чище. Одно из семи приоритетных направлений развития Новосибирска на ближайшие годы. Как достичь этой цели, методы обсуждают эксперты, в том числе и из других городов и общественники. Мэрия Новосибирска представляет большую программу. В ближайшие годы в городе появится сразу несколько парков. Мы будем предлагать как развитие новых территорий, таких как, например, набережная реки Иня. Это новое пространство, которое мы будем презентовать как будущее, так и проекты реновации деревни Кривощокова. Мы хотим также презентовать как новую территорию развития именно исторического пространства. Мы будем презентовать новые современные пространства именно для развития современного искусства. Парк по обеим берегам Ини по проекту напоминает Михайловскую набережную. Здесь есть свои изюминки. Живописные скалы, их подарила природа. Люди собираются сделать участки с деревьями и кустарниками разных природных зон Сибири. Конечно, аллеи для прогулок, лавочки, чтобы книжку в тени почитать. Скверы не должны стать зелеными островками в море асфальта. Их нужно органично вплести в паутину улиц. Для этого необходимо обновить генплан мегаполиса. Здесь не только планировочные какие-то подходы, но здесь и экономика должна быть, здесь и прогнозы развития роста города Новосибирска. В какую сторону, за счет чего он будет расти и развиваться. Поэтому серьезный документ. Для этого мы планируем не менее двух лет работы. Опираться будут на опыт реконструкции Михайловской набережной, концепцию развития зеленых зон и сложившиеся подходы. К благоустройству территории в Новосибирске сложился комплексный системный подход. Сначала в разбивку новых аллей, установку лавочек, освещение. Вкладывают деньги из бюджетов всех уровней, как это было на Михайловской набережной или из городской казны, как здесь в Центральном парке. Потом приходит инвестор. На той же Михайловской набережной строят огромное 70-метровое колесо обозрения. Здесь сухой музыкальный фонтан. Все для того, чтобы в парке пришли как можно больше людей. Не только прогуляться или посидеть в тени деревьев, но и как-то развлечься. В итоге парки получают новый импульс к развитию. Еще одна важнейшая проблема – чистый воздух. В Новосибирске много жалуются на пыль. Выяснили половину загрязнения от смеси песка и соли, которые посыпают улицы зимой. Ее заменили на реагент Бионорт и каменную крошку. Собравшиеся признают – это помогло. Воздух минувший весной был чище. Представители Екатеринбурга рассказывают, как сделать реагент более эффективным. Мы в порядке эксперимента стали работать не одна, а двухкомпонентным материалом. То есть помимо сухого материала также распределяем жидкий рассол одновременно с ним, что способствует ускорению начала взаимодействия со льдом. Совсем от пыли в Новосибирске пока избавиться не удалось. Меньше ее будет только в одном случае. Развивая уличную дорожную сеть и не сокращая при этом трафик автомобильного транспорта, все-таки мы большого снижения вредных веществ в атмосферном воздухе не добьемся. Выход – сделать больше платных и перехватывающих парковок, чтобы меньше машин въезжало в центр. Развивать трамвай и троллейбус, а не экологичнее автобусов. Очередность при благоустройстве пространств или реконструкции зданий – вынужденная мера. На все работы ни в одном городе мира не хватает средств сразу. Поэтому вопрос, кому нужнее, возникает постоянно. На что опираться при ответе? На возраст сооружения, на значимость для жителей или ценность для летописи города или государства? Мы спросили прохожих на улице, какие места в Новосибирске они считают самыми важными для истории. Площадь Ленина. Здесь, во-первых, памятники, которые сохранились уже в течение большого времени. Театр стоит. Оперные бесспорно, а так какие-то старинные здания, которые были построены великими архитекторами, рожденными в Новосибирске. Мне нравится вокзал. Он прожил много и сейчас даже стоит красивый. Новосибирск – это стал город-основа для Транссибирской магистрали еще во времена Российской империи. Ленинский район – монумент славы. Это место, которое историческое. Это дань памяти предкам, которые воевали за нас. Я думаю, Академгородок, он не столь исторически значим, но он для нас важен, потому что там сосредоточена вся наука, скажем так. Плюс ко всему, это просто место, где хорошо, приятно провести время и отдохнуть. Улица Советская, банально по ней пройтись и все эти архитектурные здания, они впитывают, впитали в себя историю города. НГТУ тоже и вся его территория, и кампусы, и общежития довольно-таки важен. Мы там учились все. А вот в музее Новосибирска считают достойными внимания не только целые улицы или сооружения, но и небольшие осколки прошлых эпох, которые сегодня затерялись в городском пейзаже. Фонари и даже заборы. Какие удивительные исторические детали до сих пор хранят старые кварталы Новосибирска, нам рассказала Елена Щукина. Елена Михайловна, добрый день. Мы с вами договорились встретиться именно здесь. Почему вы выбрали это место? Что здесь такого уникального? Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, это место особенное. Вокруг стоят большие солидные дома, серьезные постройки 30-х годов, и практически между ними спрятался вот этот заборчик. Точнее, он даже не спрятался, он на виду. Но на него не хочется смотреть, потому что какой-то странный неказистый, весь уже осыпался. Но если мы вернемся в середину 30-х годов, представьте забор, только что построенный. Наверху стоят вазоны, цветы. И вот действительно, вот такой вот забор, который связывал дома по улице Урицкого, наверное, дарил красоту людям, которые здесь жили, которые проходили мимо. Такие заборы, они как бы создавали инфраструктуру целого квартала, да, огораживали его, делали монолитным. Но есть здесь и достопримечательности, которые спрятались? Вот эти ограды, они не закрывали пространство. Они просто как бы формировали его. Действительно, если вот такие дворы зайти, то где-то спряталась еще какая-то уникальная вещь. Вот, например, мы с вами подошли, вот мы не видим еще сам фонарь, мы видим только вот эту вот красивую ножку. Он действительно была когда, посмотрите, какие лепестки такие вот декорируют все вокруг. Ну и поднимите голову, то есть это достаточно высокий фонарь. Когда его поставили, низкие деревья, которые были, вот следом стоит еще один фонарь, и такое ощущение, что ты идешь по Невскому проспекту. Я думаю, что надо вот такие фонари найти, собрать в одном месте и сделать такой вот парк фонарей. Разные фонари разной эпохи. Идея такого парка фонарей, это, конечно, очень интересно, но не будет ли это вот нарушением той среды? Ведь они потеряют свое место, исторически определенное этим фонарям. Ну вот мы видим сегодня в каком они состоянии, но представьте себе, что вот мы приходим завтра, его просто нет. Это совершенно никого не будет беспокоить. Был фонарь, не был фонарь. Он здесь выполнял свою функцию, которую должен был. И мы потеряем в какой-то один прекрасный момент, просто сдадут его на металлолом. Еще и забор здесь такой, тоже уникальный. И это все в одном дворе получается. Да, это рядышком, у меня, конечно, 100 метров в радиусе. Но обратите внимание, это не просто забор, который выполняет функцию еще подпорной стерпки, но и здесь весь ландшафт как терраса сделана. Не сравняли под ноль, не закатали асфальт, а сделали вот какой-то небольшой сквер. Главная задача, во-первых, чтобы люди знали, что это есть, и во-вторых, привести это в порядок. Фонари, заборы, вот этот дворик приятный. Однако это же ведь часть будущего целого проекта большого. Что за проект запускает музей города Новосибирска? Проект называется «Городское памятное место». И наша задача привлечь внимание горожан, внимание разных руководителей, организаций, городских властей к тем местам, которые сохранились сегодня вот эти приметы времени. Это могут быть здания, которые рано или поздно получат статус объекта культурного наследия, поскольку они имеют особую историко-культурную ценность и будут охраняться государством. Но, к счастью, у нас на территории Новосибирска сохранились еще и другие, и из дома какие-то старые, и малоархитектурные формы, которые никогда не получат этот статус, но которые нужно сохранить просто для того, чтобы вот эта целостная история города перешла от нас к нашим потомкам. На этом все. С вами был Иван Конобеев. Смотрите еженедельную программу «Новосибирск. Код города», а также следите за событиями дня на сайте «Новосибирские новости». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok